Экскурсию в женскую колонию для учащихся Петропавловских колледжей организовали сотрудники областных департаментов полиции и уголовно-исполнительной системы. Досмотр, строгий инструктаж, каждый шаг в сопровождении сотрудников колонии. Для 30 учащихся стала открытием атмосфера жизни за колючей проволокой. Просто нажала на ссылку, так скажем, и пишет «Здравствуйте, нам нужен курьер». Ребята встретились с девушками-осужденными за незаконный оборот наркотиков, практически со своими ровесниками. В учреждении отбывают наказание две 20-летние жительницы Кустаная, получившие 10 лет лишения свободы за сбыт наркотиков. Оцените то, что вы имеете. То есть, даже если какие-то ссоры дома, ну, закройте на это глаза, сделайте первый шаг, помиритесь с родителями. Они не вечны. Никто не знает, что будет дальше. На момент задержания они также учились в колледже. Только через 7,5 лет они могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Девушки рассказали о том, как легко казалось получить подработку, как в один миг свобода закончилась появлением оперативников. Две девушки нам рассказали свою горькую историю. Я хотела бы сказать спасибо, что нам показали, что мы задумались о жизни, что у нас появились какие-то понятия, что мы в такое не полезли бы. И я считаю, что такие мероприятия очень полезны. Для будущих парикмахеров, сварщиков, работников других профессий сотрудники уголовно-исполнительной системы провели экскурсию по колонии, ознакомили с бытом осужденных. Молодежь – основная группа риска по вовлечению в наркопреступность. В профилактической работе с подрастающим поколением полицейские придают особое значение. Камила Карим, при содействии пресс-службы областного департамента полиции.